Это Ледуза. Спасибо вам большое, надеюсь, число таких, как вы, жертвователей, будет больше, чтобы Медуза смогла существовать. Сейчас у нее с финансированием есть сложности. Несколько коллег, к сожалению, были уволены. Подробнее об этом можно узнать в одном из предыдущих специальных эпизодов. Что случилось? Мы говорили с главным редактором Медузы Иваном Колпаковым как раз о делах редакции. Выпустили этот эпизод в субботу сверх плана, чтобы обычные новостные сюжеты, конечно же, с собой не подменять. В сегодняшнем эпизоде говорим о Таджикистане, отношениях Москвы и Душанбе, Путина и Рахмона, борьбе в этой центрально-азиатской автократии с исламистами, а заодно с влиянием Ирана и Афганистана. С чего вдруг? Это связано с терактом в Крокус-Сити-Холле, подозреваемый непосредственно в нападении граждан Таджикистана. В России можно наблюдать рост мигранофобских и конкретно таджиковобских настроений. Лидер этой страны специально в своем праздничном к наврусским событиям обращении сказал о теракте в России. И звучало это так, что таджикские власти не хотят никакого обострения, связанного с мигрантами. Сейчас встретим здесь собеседницу. Каждый раз, когда она приходила в наш подкаст, на ютюбе и на платформах были рекордные цифры. Так что всем, кто и в этот раз останется в восхищении, советую не скупиться на лайки и комментарии. Это помогает в первую очередь на ютюбе расширять аудиторию и конкретного эпизода, и подкастов Медузы в целом. Здесь любимица, кумир наших слушателей, и я тоже большой поклонник, конечно, Галия Ибрагимова, журналистка-специалистка по Центральной Азии. Привет! Привет, Влад, спасибо за приглашение. Наш разговор с тобой о Таджикистане, и он, понятно, связан с терактом в Крокус-Сити-Холле и тому, что эту атаку окружает. Понятно, что подозреваемые таджикистанские граждане, можно говорить о всплеске ксенофобии в этой связи по отношению к выходцам из Центральной Азии в Россию. И хотя Путин в своем обращении после теракта сказал, что у террористов, как он там выразился, нет ни национальности, ни родины, ни религии, на деле государство показывает, что есть вполне официальные силовики и проверяющие усиленно теперь обращают внимание на центрально-азиатской внешности людей, не делая, к слову, различий между ними. Представители таджикской диаспоры в России тоже, можно сказать, понимают, в какой ситуации они оказались. Многие из них принесли цветы к пепелищу Крокус-Сити-Холла. Я так понимаю, что там это и структурно организовано было, в смысле на уровне объединений. Выразили сочувствие. Глава Таджикистана Имамали Рахмон в речи к карнавалу, связанному с весенним праздником Навруз, упомянул тоже теракт. Он сказал, как помнят наши дорогие соотечественники 9 марта на встрече с представителями общественности и религиозными деятелями, я подробно проанализировал тревожную ситуацию в современном мире, угрозы и опасности современности, в том числе расширение деятельности экстремистских и террористических группировок, а также способствующие им причины и факторы, и подчеркнул обязанности каждого гражданина в таких сложных условиях. В частности, постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, еще раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей. Еще раз подчеркиваю, что мы должны беречь подростков и молодежь от влияния таких деструктивных и ужасающих групп и движений, и не допустить, чтобы наши дети опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей. В общем, этот таджикистанский сюжет тут очень важен в том, что касается теракта в Крокус-Сити-Холле. Галия, могу я тебя попросить сперва напомнить о самых базовых вещах, о том, насколько тесны связи между Таджикистаном и Россией, Москвой и Душанбе, Рахмоном и Путиным? Я и про военный аспект попросил бы тебя напомнить и про политический, и про экономику, то есть про фактор многолетних поступлений в таджикскую экономику благодаря деньгам трудовых мигрантов, которые зарабатываются в России. Да, Таджикистан — это самая бедная, пожалуй, страна в Центральной Азии. И несмотря на то, что страна официально заявляет, что проводит многовекторную политику, конечно же, Россия является главным партнером. И здесь, наверное, нужно рассказать, почему это так. Гражданская война в Таджикистане в 90-е годы, и тогда как раз шло противостояние Народного фронта и объединенной таджикской оппозиции. И во многом перелом в этой войне произошел тогда, когда на сторону Народного фронта во главе с Эмамали Рахмоном их поддержала Россия и Узбекистан. И нужно еще сказать, что это был период распада Советского Союза, когда, в общем, страны пытались понять, что, где и чье. Здесь я имею в виду именно какая-то советская военная инфраструктура, которая осталась на территории Таджикистана. То есть 201-я советская военная база, она стала 201-й российской военной базой. То есть если, например, соседние страны, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, они смогли национализировать то, что раньше относилось к ВПК Советского Союза, то у Таджикистана это не совсем получилось. Россия в тот период объяснила как раз тем, что у вас очень много угроз, у вас тут внутри шла гражданская война, вы соседи Афганистана, поэтому эта база останется, в общем, под юрисдикцией России. И, в общем, с тех пор 201-я военная база, она действительно считается ключевым гарантом обеспечения безопасности. И постоянно продлялся договор о том, что эта база будет российской. И, по-моему, последней договоренностью, что она там 49 лет ближайших, очень долго, в общем, будет еще под юрисдикцией России. Ну и, соответственно, из этого мы можем сделать вывод, что действительно Россию в Таджикистане рассматривают как ключевого гаранта безопасности. Ну и Россия — это, конечно же, главный рынок труда для многих таджикских граждан. ВВП Таджикистана очень небольшой. По уровню благосостояния Таджикистан занимает первое место с конца. И, конечно, в силу того, что многие граждане Таджикистана знают русский язык, есть какая-то историческая общность, схожесть культурная. Конечно, многие выходцы из Таджикистана, они едут на работу в Россию. И здесь важно, наверное, отметить, что вообще миграция трудовая из стран Центральной Азии характерна не только для Таджикистана, но именно в Таджикистане вот эти переводы от мигрантов, они составляют практически половину бюджета страны. То есть это очень-очень много. Ну и совокупность этих факторов говорит о том, что Россия, конечно же, действительно очень важный партнер стратегический для Таджикистана во всех вот этих вот сферах. Чем, наоборот, Путин уважен на Рахмон? Потому что, я понимаю, это вопрос пиджи-азбучный. Потому что, если бы мы с тобой вдруг были айтишниками, например, и решили, не интересуясь новостями вообще, может быть, никогда в жизни, вдруг целиком послушать речь Путина, мы бы обнаружили, что, говоря про Крокус-Сити-Холл, Трактам, Путин говорит про вот эту вот национальность родину религии, с одной стороны, и с другой стороны, какие-то дает очевидные намеки на Украину, на украинский след, но как будто бы делает фигуры умолчания Таджикистан и ММАЛе Рахмона, как будто бы, в общем, мало того, что натягивает события, произошедшие в Красногорске на глобус Украины, но еще и бережет Рахмона. Чем так важен Рахмон Путину? Чем дорог? Ну, учитывая, что сейчас Россия находится в международной изоляции, что против России приняты практически все возможные и невозможные уже санкции, конечно, любой партнер-союзник для России, в частности, для Владимира Путина, имеет большое значение. Это как минимум возможность выехать куда-то за рубеж, за пределы Российской Федерации. Ну, а с Таджикистаном, конечно, и Россия тоже рассматривает Таджикистан как государство, граничащее с Афганистаном, и, соответственно, конечно, это тоже такой южный фланг безопасности, в том числе и Российской Федерации. Они придавали всегда большое значение ситуации на таджико-афганской границе. Ну и вообще Рахмон всегда всячески поддерживал любую власть в Российской Федерации. То есть я сама родом из Узбекистана, так вот я помню период, например, жесткой конфронтации Слама Каримова с Борисом Ельцином, когда Каримов, он, в общем, презирал все бывшее советское, имперское, а в Таджикистане такой период, ну, в общем-то, как-то не приходит в голову. Таджикские власти всегда были достаточно лояльны к России. Ну и с приходом Владимира Путина эти отношения только крепчали. И, в общем, даже если проанализировать, как развивались события последние два года, когда Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и даже Туркменистан каким-то образом говорили о том, что лучше бы наступил скорее мир. Многие страны отправляли гуманитарную помощь в Украину. Даже Туркменистан отправил несколько контейнеров с помощью для украинских граждан, которые оказались под российскими обстрелами. То вот я проверяла, что со стороны Таджикистана вообще не было практически никакой реакции. И как раз в 22-м году, 9 мая, Рахмон был, по-моему, единственным международным лидером, который участвовал в параде победы вместе с Владимиром Путиным. Это, конечно, обусловлено экономической взаимозависимостью стран. Для Путина Рахмон важен, как еще одна страна, которая в том числе граничит с Китаем. Ну и иметь такое подбрюшье, какое отношение было, в принципе, к региону, и в частности Таджикистана. Ну почему бы нет, это неплохо. Про то, что он сказал про опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей. Что у Рахмона с исламистами? То есть понятно, что многие это помнят. Ты про это сказала, там была гражданская война, сопротивление Рахмону во многом носит такой религиозный характер. Или, рискну сказать, вернее, ему очень нравится вот эта диспозиция, эта оппозиция. Он единственный европеец, они дремучие фанатики. Вот эта картина мира, она и вовне, кажется, транслируется. Можешь объяснить, как там на самом деле, во-первых, устроено, во-вторых, как это рисуется Рахмоном? Да, нужно, наверное, отметить, что население Таджикистана — это около 10 миллионов человек, причем большинство из них — это действительно люди верующие, большинство исповедует ислам. И это очень важный фактор. То есть даже в сравнении с соседними странами религиозность Таджикистана всегда была выше. Это в том числе было связано как раз-таки с этим национальным пробуждением в начале 90-х годов. Как я уже отметила, как раз-таки гражданская война шла международным фронтом, который позиционировал себя как такую светскую власть. А в рядах вот этой объединенной таджикской оппозиции были не только демократические силы, но и те люди, которые после многих лет в советском атеистическом обществе заговорили о каких-то религиозных правах. И Таджикистан после того, как было достигнуто перемирие, это была единственная страна, где в парламенте заседала Исламская партия, партия Исламского возрождения Таджикистана, или краткая аббревиатура — ПИФТ. И, в общем, это тоже характеризовало, что был этот запрос на религию. И долгое время считалось, что как раз вот в этой вот партии люди, которые нуждаются в каком-то религиозном плече, в какой-то опоре, которые хотят, чтобы какие-то их религиозные потребности были отражены, вот эта партия была таким вот центром притяжения. Но в какой-то период началась, скажем так, политическая конкуренция между Эмамали Рахмоном и партией Исламского возрождения. Ну и вообще многие центрально-азиатские лидеры, и, наверное, Рахмон здесь на передовой, они считали, что чрезмерная религиозность населения ведет к радикализации. И начались гонения прежде всего на эту партию Исламского возрождения, на различных активистов религиозного толка. Но от этого радикализм в стране скорее только укреплялся. Здесь я слышала, например, такое мнение, что до 2015 года, когда еще существовала партия Исламского возрождения, люди не были подвержены такой радикальной исламизации, как это произошло после. И уже после закрытия партии Исламского возрождения усилились другие ячейки, какие-то активистские движения религиозного толка. Они существовали еще и в период нахождения пифт в парламенте. То есть там все очень непросто. Но, например, в Таджикистане достаточно популярны были активисты из движения салафитов. Также было еще одно движение, которое называлось «Таблиги Джамаат». Так вот, эти два движения заявляли всегда о том, что партия Исламского возрождения — это бывшие советские номенкулатурщики, которые вообще ничего не понимают в исламе. А вот они-то настоящие последователи правильного ислама. И, конечно, популярность внутри Таджикистана среди граждан, она росла. И как опять я общалась внутри Таджикистана со многими экспертами, политологами, религиоведами. И, например, мне рассказывают, что даже муфти во многих мечетях или те же самые представители партии Исламского возрождения, они часто говорили таким вот бюрократическим языком с верующими людьми. Или рассказывали в лучшем случае какие-то мифы из Корана про каких-то там демонов, про какие-то светлые силы. Ну, в общем, в такой какой-то некой мифической интерпретации. А представители вот этих двух других движений — таблиги, джамаат и салафиты, они говорили с людьми, у которых была потребность в религии, на понятном для них языке. Они выходили на базары, в какие-то общественные учреждения. То есть у них была непосредственно связь с людьми. И действительно, они объясняли многим людям, что вся несправедливость в обществе, вся несправедливость в политической системе, в каком-то экономическом неблагополучии связана во многом с тем, что эти власти отступили от правильного ислама. И таким образом, конечно, это имело большой эффект. И учитывая, что население в Таджикистане небогатое, что действительно было много каких-то проблем, это все ложилось на такую благодатную почву. Но и здесь еще такой важный момент. Я общалась с представителями из Таджикистана, и они делали акцент на том, что это немножко неверное представление полагать, что только несчастные и обездоленные таджики привержены какому-то исламу или пытаются как-то найти свое «я» через религию, которая приобретает радикальные формы. Например, рассказывали истории, что как раз-таки представители светской интеллигенции, таджикской, тоже были в рядах различных радикальных движений и течений. Ну, наверное, мы об этом как-то отдельно поговорим, но это тоже очень интересная тема. Например, просто для затравки скажу, что было выявлено, что подвержены различным радикальным течениям в исламе были представители таджикской интеллигенции, как правило, русскоязычной. То есть после распада Советского Союза у многих возник кризис идентичности. Они раньше были какими-то номенкулатурщиками или из каких-то таких русскоязычных семей со смешанными браками, люди с высшим образованием. Но в Таджикистане они как-то стали не очень понятными таджиками, а среди, скажем, русских или в российском обществе они тоже были не своими. И вот когда появлялись вокруг какие-то представители религиозных течений, будь то салафиты или таблиги джамат, они объясняли им, что вот вы обретете свою истинную идентичность вот как раз через ислам. И мне рассказывали очень много случаев, что как раз образованные, интеллигентные, русскоязычные таджики ключевые вербовщики уже в различных других радикальных исламистских организациях. Это очень интересный феномен. Почему я заострила на этом внимание? Потому что в эти дни очень много пишут о том, что Таджикистан — самая бедная страна, все беспросветно, конечно, от этой нищеты, и от этого авторитаризма, конечно же, люди примыкают к различным религиозным экстремистским течениям. Да, это правда, но это только часть правды. Если изучать эту проблему глубже, то на поверхность выйдут очень много неочевидных таких факторов, которые действительно способствуют радикализации таджикского общества. Ну вот то, что ты сказала, эту мысль Тимур Маров в «Карнеге политика» излагает, у него вышел текст 25 марта 2024 года на этот счет, и он там говорит, что да, исламизм в этой стране, Центральной Азии, связан с тем, что, конечно, там масса крайне небогатого населения, и это возможность тоже выразить свое недовольство, да, радикальные идеи, участие в радикальных проектах, это, как часто бывает, такой ответ или месть бедных. Хорошо, про интеллигенцию и про то, как устроен вот этот исламистский Таджикистан, обязательно поговорим еще, просто небольшое уточнение. А когда Рахмон борется с исламистами, он точно с ними борется? Или та же партия исламского возрождения Таджикистана – это способ подавления оппозиции? Я называю вас исламистами и борюсь с вами, вот с вашей партией, еще с кем-нибудь. Но это же так удобно, мы и по России это знаем. Объяви кого-нибудь экстремистам-террористам, если он тебе не нравится как оппонент, и будет здорово с ним побороться. Наверное, специфика Таджикистана состоит в том, что здесь изначально, как я уже отметила, высшая религия, она стала прямым политическим конкурентом и оппонентом действующей власти в лице партии исламского возрождения. И действительно, Рахмон изначально, сначала воспринимал последователей этой партии как своих непосредственных политических конкурентов. Это первая часть проблемы. И действительно, когда, например, в Таджикистане начали происходить такие теракты, самые громкие в 1918 году, когда напали на иностранных туристов. И действительно, тогда уже ИГИЛ, Вилаяд, Харасан взяли на себя ответственность. Что сделал Рахмон прежде всего? Он сказал, ну, конечно же, это партия исламского возрождения. Вот не зря же мы ее закрыли. То есть это был такой инструмент борьбы с политическими оппонентами. Но, конечно, была все это время и другая часть этой огромной такой вот трагедии, проблемы. Действительно, были различные религиозные радикальные группировки, которые представляли непосредственную угрозу. И с ними тоже власть пыталась всячески бороться. Они объясняли людям, что вот есть правильный ислам, он там в мечетях. А все, что вы слышите на рынке, в каких-то спортивных секциях, мне рассказывали, что, например, среди боксерских каких-то секций тоже было очень много таких вербовщиков. Поэтому я обращаю на это внимание. В общем, был принят с 2009 года ряд законов, где людям объясняли, что Таджикистан — это светское государство, что не нужно чрезмерно увлекаться религиозными идеями, что не нужно чрезмерно увлекаться религиозной одеждой. И, в общем, начали с экранов телевизоров, других источников средств массовой информации объяснять женщинам непосредственно, что не надо закрывать лицо и так далее. То есть это уже началось непосредственное давление на, скажем, тех людей, которые тяготели к религии. Ну и эксперты, с которыми я как раз на днях общалась, из Таджикистана, они зафиксировали, что именно в тот период, когда власть начала через какие-то законодательные свои меры, через какие-то силовые свои действия, ну и потому, что действительно многие силовые структуры, они пытались всячески найти эти ячейки, разгромить их или там что-то запретить людям. В этот период как раз фиксируют исследователи рост вот этого религиозного, скажем так, радикализма. Это другая часть проблемы. Ну и, наверное, третья часть проблемы, она состоит в том, что действительно Центральная Азия и непосредственно Таджикистан, они граничат с Афганистаном. Это было еще с 90-х годов. Многие лидеры стран Центральной Азии, это касается и Узбекистана, и Туркменистана, и Таджикистана, всех нелояльных режиму они пытались выдавить из страны. И как раз вот эти выдавленные активисты, религиозные фанатики, радикалы, часто они находили прибежище в северных провинциях Афганистана. И все годы, что у власти были американцы, сейчас талибы, в общем, эти радикальные элементы из постсоветских стран, они никуда не девались. И причем там было очень много выходцев из Северного Кавказа, из Южного Кавказа, и, в общем, такой постсоветский интернационал, который вот сейчас дает о себе знать. То есть Рахмон и с этим тоже пытался бороться, и не один. Все государства Центральной Азии, в частности, и Россия тоже, они постоянно говорили о том, что есть угроза со стороны этих радикальных группировок в Афганистане, но часто не акцентировали внимание на том, что, как правило, эти экстремисты в северных провинциях Афганистана это их бывшие граждане. Так что я бы разделила вот эту проблему Таджикистана, ислама на такие вот три части. Если отдельно говорить про ИГИЛ в Таджикистане и ИГИЛ Харасан, известно, что большое количество выходцев из Таджикистана участвуют и в актах за пределами Афганистана или Таджикистана, хотя вот ты упоминал этот акт достаточно громкий и нехорошо так говорить, но боюсь, что громким он был из-за того, что погибли там американцы и европейцы в 2018 году, вел туристов, убили в горах. Кроме того, часто вспоминают участие в взрыве на кладбище, где была церемония в память о Касеме Сулеймани в Иране. Это такой был влиятельный страж иранской революции, который занимался внешними операциями. Его американцы убили, и вот был большой, опять же, жуткий теракт на кладбище. Там этнические таджики, выходцы из Таджикистана его, судя по всему, осуществили, и ИГИЛ взяла на себя ответственность, насколько ИГИЛ влиятельен в Таджикистане. Общаясь со специалистом по исламу из Таджикистана, он заметил с такой грустной иронией, что когда мы говорим про ИГИЛ в таком международном смысле, а потом начинаем сравнивать с ИГИЛ вероят Харасан, нужно понимать, что это даже не дочка, а это падчерица. Это вот такое вот сравнение. Поэтому, когда многие эксперты пытаются найти связь и говорить, что да нет, у ИГИЛ Вилаят Харасан нет сейчас каких-то прямых связей или, в общем, какого-то финансирования, нужно понимать, что ИГИЛ Вилаят Харасан давно уже существует как некая такая отколовшаяся маргинальная структура. Наверное, на уровне каких-то отдельных боевиков или каких-то главных ключевых активистов эта связь, возможно, и поддерживается. Но основная структура ИГИЛ, она была разгромлена. ИГИЛ Вилаят Харасан, они объявили о своем существовании, о том, что они действительно имеют какие-то виды по установлению всемирного халифата. И прежде всего, как раз в постсоветских странах, они заявили об этом еще в 2015 году. Есть ли такая структура? Или это просто какие-то разрозненные радикальные группировки, о которых я упомянула выше, решили просто назвать себя таким брендом международным и привлечь к себе внимание? Ну, тут дискуссионный достаточно вопрос. Но то, что действительно в последние годы происходила массовая вергубовка вот в ту структуру, которая называется ИГИЛ Вилаят Харасан, можно просто посмотреть новости, например, с 2015 года и посмотреть, что эта структура действительно была очень активна. В 2015 году было проникновение неких боевиков с афгано-туркменской границы. И тогда тоже за этим стояла ИГИЛ Вилаят Харасан. Это надело очень много шума не столько в самом Туркменистане, но в Узбекистане. Тогда был жив еще Каримов. Там отправились местные силовики. Россия пообещала оказать помощь. То есть к этой угрозе относились вполне серьезно. То есть были непосредственно вывешивания черных флагов в Узбекистане, в Таджикистане. И силовики тоже, в общем, они там чуть ли не объявляли контртеррористическую операцию тут же. Потому что к этой угрозе относились весьма серьезно. Поэтому, когда сейчас очень многие пытаются понять, так что же такое Вилаят Харасан, на самом деле у меня вызывает это вопрос. Потому что это было на повестке дня. Конечно, события в Украине, то, что происходит сегодня между Израилем и сектором газа, это, конечно, отодвинуло повестку международного терроризма на второй план. Но самое удивительное, я просто много про это писала в СИЗУ в своей журналистской деятельности, политологической. Если вы посмотрите новости, начиная с 2016, 2017, 2018 год, постоянно проходят какие-то военные учения между СНГ, между ОДКБ в формате ШОС. И там постоянно российские официальные чиновники, то Бортников, то Патрушев, то Шойгу, они постоянно говорят о том, что вот мы провели учения военные со странами Центральной Азии, с партнерами по ОДКБ, мы осознали, что серьезно стоит угроза ИГИЛ, Вилаят, Харасан, что у нас есть оперативные сведения о том, что они представляют угрозу. И причем это были не просто слова. Помимо этих терактов, уже упомянутых в 2018 году, в Таджикистане, когда напали на иностранных туристов, например, в 2019 году был бунт в таджикской тюрьме. И, по сути, ответственность на себя тоже взяли ИГИЛ, Харасан. Потом в день празднования Дня Конституции в Таджикистане, это был, по-моему, ноябрь 2019 года, тоже был прорыв боевиков исламского государства, Вилаят, Харасан, и тоже были жертвы. Они постоянно, начиная где-то с 2015 года, говорили о том, что их интерес — это не только государство Центральной Азии, но и Россия, чтобы установить вот на этих территориях, где живут неверные, такой всемирный халифат. И здесь, наверное, нужно еще упомянуть, откуда вообще пошло это понятие Харасан, потому что, общаясь со многими знакомыми, многие не понимают, а что это такое. Ну, то есть это просто отсылка к истории, что действительно в арабский период, по сути, Харасан — это было такое государство, которое включало в себя земли нынешнего Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, частично Ирана. И поэтому, когда сегодня пытаются говорить о том, что ИГИЛ, Вилаят, Харасан — это что-то больше про Афганистан и Пакистан, ну, это только часть правды, потому что, в принципе, боевики из этого движения, они вот как объявили о своем существовании в 15-м году, они прежде всего и каждый раз артикулировали свою заинтересованность вот в этом постсоветско-мусульманском пространстве, включая и частично территорию Российской Федерации. Поэтому эти угрозы всегда существовали, на них, наверное, просто не обращали внимания. А когда российские силовики о чем-то говорят, к этому уже относишься как-то несерьезно, к этому относишься как к какой-то пропагандистской риторике, и в это мало веришь. Но угроза, она действительно существовала, и она никуда не уходила. И то, что мы увидели в Кроку-Сити-Холле, да, это страшная трагедия. Ну вот, итог. Если еще раз попробовать оценить степень проникновения, что ли, степень популярности радикальных идей, и в том числе среди интеллигенции, и в том числе силового аппарата, государственного аппарата Рахмановского государства, как это можно описать? И я, ты знаешь, ну, пусть ради перца, да, упомяну одного коллегу, который написал мне накануне нашего с тобой разговора, и, я бы сказал, оказал интеллектуальную помощь. Он сформулировал это следующим образом, что таджикистанская тема очень бьет в кость сейчас, поскольку, ну, понятно, теракт в Кроку-Сити-Холле, специфические отношения между Таджикистаном и Россией, в том числе по вопросу о рабочей миграции. Таджикистанская комиссия в 2023 году, например, ездила в крупные города России с целью защитить права и проверить условия, как живут трудовые мигранты. Очень популярная внутренняя тема, ее нужно будет обязательно обсудить, потому что та самая партия возрождения ислама, с которой борется Рахмон, и, в-третьих, что есть угрозы ИГИЛ, исламского государства, или ИГИЛ-Харасан, та самая падчерица. Но, как выразился этот коллега, я, к сожалению, не могу называть его имени и соображений его безопасности, что по отношению к этим радикалам Рахмон живет в мире несколько вымышленном, как и Путин. Он для себя придумывает реальность, где ИГИЛ реальную угрозу, но он борется с партией исламского возрождения. Не могла бы ты это оценить? Исламское государство, я имею в виду Вилаяд-Харасан, оно действительно было достаточно популярно среди радикальных граждан Таджикистана по тем же самым причинам. Они говорили на понятном языке. Здесь еще есть вот эта вот привязка к какому-то международному исламскому государству, а значит, мы действительно можем совершить нечто во имя того, чтобы во всем мире установился всемирный халифат. И мне рассказывали, чем еще можно объяснить такую популярность? У исламского государства Вилаяд-Харасан всегда был непосредственно прямой контакт с выходцами из стран Центральной Азии, в частности Таджикистана. Поэтому, когда сегодня рассказывают о том, что вербовка происходит через какие-то телеграм-каналы, медиаресурсы, это все на самом деле не так. Вот эти вот вербовщики из исламского государства Вилаяд-Харасан, у них есть очень мощная, скажем так, система безопасности. Это те люди, которые исследуют других своих будущих сподвижников на предмет, стоит ли их вербовать в свои структуры или нет. И, как правило, все начинается с какого-то личного общения. Что имеется в виду? Сначала вокруг, скажем, какого-то деятеля исламского государства Вилаяд-Харасан создается образ мученика, что он воевал в Сирии, что он воевал в Ираке с неверными, а теперь вот он стал там чуть ли не пророком. И какому-то человеку, который вдруг увлекся этими идеями, предлагают с ним поговорить. Это проходит действительно непосредственно онлайн, какие-то занятия, уроки, печатают продукцию. Именно на кириллице нужно тут отметить, что Таджикистан, персоязычная страна, но все-таки пользуются кириллицей. И вот, в общем, массово исламское государство распространяет эту печатную продукцию. То есть действительно они говорят с местными жителями о каком-то понятном исламе. То есть, с одной стороны, есть государство, которое пытается говорить о светскости, пытается показывать, что вот есть исламский университет, и, пожалуйста, идите, получайте образование там. Но нет на уровне, например, мечетей или тех мест, где люди приходят помолиться, просто каких-то просветительских курсов, где людям бы объясняли нормальным, понятным языком, что такое ислам. И опять по образному выражению моего собеседника-исламоведа из Таджикистана, что, по сути, во всех этих мечетях или организациях, которые должны заниматься религиозным образованием граждан, сидят бывшие советские номенкулатурщики, которые всегда привыкли воспринимать себя как часть вот этого государственного аппарата. Ну, схожую ситуацию мы сейчас наблюдаем в России. Они говорят примерно на таком же канцелярском языке номенкулатурном, как и большинство чиновников. Разговаривают такими же пропагандистскими терминами. И, конечно, это все не находит понимания у простых граждан, которых заботят какие-то другие проблемы. Они, с одной стороны, понимают какую-то несправедливость, которая происходит в обществе. И здесь такой интересный момент. Действительно, растет уровень каких-то протестных настроений. Там безработица, не очень высокий уровень жизни, вынужденная трудовая миграция вдали от родины. Но внутри страны нет каких-то надежных политических институтов, будь то политические партии, какие-то молодежные организации, нормальный, объективный, не пропагандистского характера, которые могли бы вести диалог с этими людьми, которые в итоге находят пристанище в рядах исламского государства Вилаяд Харасан. Опять ссылаясь на своего коллегу, если представить, что та самая таджикская молодежь попытается через какие-то студенческие организации заявить о каком-то недовольстве внутри страны. Ну, можно предположить, что завтра же их просто всех арестуют или там отчислят из этих вузов. И, соответственно, где они ищут эту правду? Религия, она, по сути, становится такой опорой для того, чтобы все вот эти протесты внутри общества, недовольство не очень хорошими условиями труда, то есть она берет на себя все это. И здесь, мне кажется, благодатная почва для вербовщиков вербовщиков исламского государства, которые имеют очень хорошую методологию вербовки, очень хорошие инструменты, адаптированные, понятные, которые говорят с людьми простым, понятным языком, которые все это визуализируют, которые проводят непосредственно прямые онлайн-уроки и объясняют, что такое настоящая религия, что такое быть настоящим мусульманом и кто же здесь неверный. И, конечно, здесь, как относятся к мусульманам в разных странах, имеет тоже большое значение. То есть и тут мы переходим к этому, наверное, вопросу миграции и к тому, какое вообще в последние два года особенно отношение к трудовым мигрантам в Центральной Азии, что, наверное, тоже можно рассматривать как один из триггеров. Очень популярная тема, и в том числе власти ее хотят оседлать и эксплуатируют. Наши молодые люди там работают, давайте их защитим, пошлем комиссию в крупные города РФ. Я уже повторяюсь, но грех не повторить. Летом 2023-го это было. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе вроде как посетили, сказали, защищаем права и интересы. Так это формулируется. С другой стороны, есть вот эта амбивалентность, зависимость от этих поступлений. С Россией ссориться не хочется. Хочется, чтобы эти деньги и дальше приходили, чтобы хуже не стало тем людям, которые в Российской Федерации работают вдали от дома. Как общество воспринимает все, что произошло, в том числе после теракта? И вот эти скриншоты в Яндекс.Такси, ты наверняка видела в чате, да? Вы кто по национальности? Если таджики, я не поеду с вами. С учетом рекомендации не выходить из дома в России, когда стемнеет. Что люди думают в стране? Вообще, таджикское общество, конечно, оно сейчас воспринимает все, что произошло в Кроку-Сити-Холле, тоже как большую трагедию. При этом, при всем, они осознают, что после того, как были задержаны уже больше 10 человек, подозреваемых в совершении этих страшных терактов, они понимают, что оборотной стороной станет опять ужесточение положения мигрантов, которое и так не было каким-то очень позитивным в последние два года. Я просто, начиная с 24 февраля, слежу за этой темой. И сказать, что это отношение стало хуже, чем до, это ничего не сказать. То есть здесь очень такой интересный феномен. С одной стороны, российские власти пытаются призывать страны Центральной Азии, общество в этих странах к какому-то объединению против Запада, а с другой стороны, выступают с каких-то правых позиций или там, когда официально церковь говорит, что вот эти мусульмане, они нарушают наше какое-то цивилизационное христианское единство. Ну то есть нет какой-то последовательности. И с одной стороны, мы видим, что с демографией в России всё не очень хорошо, и страна действительно нуждается в трудовых мигрантах. Но последние два года, то есть это постоянно какие-то проверки, это постоянно какие-то аресты. По-моему, это было зимой, когда целую группу мигрантов, якобы нелегалов, не знаю, насколько можно верить, нелегалы они или нелегалы, просто заставили ходить на корячках по снегу. Это видео стало вирусным. И хотя ты упомянул, что власти Центральной Азии стали как-то проверять условия труда мигрантов в России и так далее, но во всей этой истории меня как раз больше всего за те два года, что я наблюдаю за этой историей, сильно возмущает практически никакой реакции со стороны политических элит в странах региона. Действительно, в последние месяцы только власти Кыргызстана, ну, вроде как бы Таджикистан подтянулся, подключились к тому, как обстоят дела у мигрантов. Но на самом деле не было никаких реакций. Это началось с 24 февраля 22 года, то есть, ну, просто российские силовики начали по-страшному жестить. Различные политологи объясняли это тем, чтобы российское общество забыло об украинской угрозе и сплотилось внутри, вокруг какого-то внешнего врага и, конечно же, назначили традиционно этим врагом мигрантов. Мигрантов обвиняли во всех преступлениях, хотя, если посмотреть на статистику, то мигранты совершают криминал не больше, чем вообще по-среднему в стране. И криминал среди мигрантов там составляет всего 2% населения. Но, тем не менее, постоянно граждане Российской Федерации пишут какие-то доносы на мигрантов, выкладывают видеосообщения с обращением к Путину, к российским чиновникам, чтобы там закрыли дом, где живут мигранты, чтобы выселили их, чтобы ввели визовый режим. И последние 2 года, ну, за этим просто было страшно наблюдать. Я сама прожила достаточно долго в Москве, и я просто знаю на собственном опыте, общалась со многими, в каких условиях они работают. И, по сути, это трудовые руки России, скажем так. Здесь я пыталась ответить для себя на вопрос, почему же практически элиты стран Центральной Азии никак на это не реагировали сами. Я общалась на эту тему с экспертами из региона, и кто-то мне в комментариях написал, «Галия, да просто пойми, что элиты стран Центральной Азии, и Таджикистан здесь не исключение, они больше говорят на том языке, что и российские элиты. А вот со своими гражданами они не могут найти этот общий язык. Это, по сути, наша с тобой предыдущая часть общения. Почему они не могут найти общий язык? Это и религия, это и экономические проблемы. А Путин, Рахмону, он понятнее. То есть у них большой советский опыт, они говорят на этом номенкулатурном языке, они друг друга понимают прекрасно. И здесь, наверное, нужно сказать тоже ключевой такой момент. Во многом есть такой образ, что Россия — это гарант безопасности государств Центральной Азии. Да, это, наверное, так. После 24 февраля 2022 года есть, конечно, нюансы, насколько Россия в состоянии обеспечить безопасность региона, если действительно произойдет какая-то вылазка со стороны Афганистана. Но хотела бы обратить внимание на то, что Россия прежде всего гарант безопасности центрально-азиатских элит. То есть, по сути, Путин — личный гарант сохранения власти Рахмона, других государств. Конечно, не хотелось бы обобщать во многом, но, по сути, именно вот этот вот авторитаризм Центральной Азии, он часто ищет опору в российском авторитаризме. И непонятно, как бы складывались отношения, если бы в России произошла смена власти, и у власти был бы вдруг после выборов не Владимир Путин. То есть, наверное, эти элиты Центральной Азии, они просто потеряли бы какую-то опору. Конечно, не хочется так рассуждать и лишать какой-то субъектности эти государства Центральной Азии, потому что за последние два года во многом под воздействием войны в Украине эти страны как-то стали активнее общаться с другими внешними партнерами, пытаются говорить о какой-то региональной интеграции. Но суть в том, что, по сути, авторитарные режимы Центральной Азии, они как бы легитимизируют себя через Путина. А вопрос мигранта, возвращаясь к этому, он отходит на второй, на третий план. Ну, подумаешь, там опять наших таджиков побили. Ну, наверное, опять себя плохо вели. Ну, наверное, опять что-то там с документами у них было не так хорошо. И то есть вот это вот безразличие, с одной стороны, российское общество, которое ищет внешнего врага в лице мигрантов, российские власти, которые через мигрантов пытаются сказать, что там, вы не смотрите на Украину, вот мы тут на миграции сосредоточимся и борьбе с выходцами из Центральной Азии. Ну, и местные элиты себя ведут примерно так же. И тоже это один из таких факторов радикализации внутри Центрально-Азиатских мигрантских сообществ. Давай поговорим, пожалуйста, не про северного соседа, а про южных соседей. Потому что парадоксально получается, да? Опять же, если бы мы прилетели с другой планеты, посмотрели на Таджикистан, мы бы сказали, о, наверное, для этой страны чрезвычайно важны отношения с соседними Афганистаном и Ираном. Ну, нехорошо так говорить. Я не утверждаю, что таджикский язык это то же самое, что в России или Дарии. Там есть своя большая литературная традиция, большие отличия. Но, мягко скажем, человек, говорящий по-таджикски, без труда поймет того, кто говорит на главном языке Ирана, да, на Фарси или вот на Дари в Афганистане, объяснится без проблем. При этом Рахмон, по большому счету, в том числе фактор борьбы с исламистами, использует для противостояния, для ограничения влияния Ирана и Афганистана. Можешь про это рассказать? С одной стороны, здесь обращают внимание на то, что если сургские государства Центральной Азии после распада Советского Союза, объявив там собственную независимость, они все-таки ориентировались, к примеру, Турции, как такого светского государства, искали какие-то общие корни, то Таджикистан — это все-таки страна персоязычная. Им ближе, наверное, и понятней был Иран и Афганистан, потому что и там, и там говорят на персидском языке. Но при этом, конечно, Рахмон, с одной стороны, начал выстраивать с этими государствами какие-то партнерские отношения, но начиная с 90-х годов, понятно, соседство с такими неспокойными соседями, то есть война в Афганистане, мы знаем, шла еще с 1979 года. По сути, не только Таджикистан, но вообще весь регион он всячески-всячески подчеркивал о своем каком-то таком светском характере развития. Таджикистан, у него были разные периоды взаимоотношений с Ираном, и, как правило, часто были такие конфликтные периоды, и во многом одна из причин — это религия. Таджикистану не нравилась вот эта чрезмерная религиозность иранского общества. Они пытались объяснить людям, что вот Таджикистан — светская страна, и как здесь обращают внимание многие таджикские эксперты, что это слово «светскость» уже стало каким-то пропагандистским, что зачастую в сознании таджика «светскость» — это что-то из какого-то советского атеизма, из каких-то непонятных слов про демократизацию, либерализацию, духовные скрепы. А что это такое? То есть вообще нет никакого разъяснения среди людей, нет каких-то адекватных методов общения. Ну и возвращаясь к этому соседству, также были отношения непростые с Афганистаном. Даже вот после того, как власть в Афганистане взяли талибы, то есть Рахмон был и остается одним из тех лидеров, который не ведет практически никаких контактов с талибами, апеллируя как раз к тому, что наше там светское государство, оно не может общаться с какими-то там религиозными фанатиками, на счету которых много разных не очень конструктивных действий. Это и организаторы терактов, ну и вообще вся эта борьба американцев с талибами. И после 1921 года Рахмон, он даже поддерживал группировки Северный Альянс, и пытался говорить о том, что нужно все-таки найти какую-то альтернативу талибам. Действительно, до сих пор эта риторика сохраняется у официальной таджикской власти. Но вот последние события, как мне рассказали, тут такая достаточно скользкая ситуация, по сути последние два года Рахмон только и говорил, не нужно общаться с талибами. И что теперь получается? Эти талибы, они говорят, ну вот вы с нами не общались, и посмотрите ваши вот эти радикалы, в том числе граждане Таджикистана, они состоят в рядах исламского государства Вилаяд Харасан и творят такие вот теракты по всему миру. Так неправильнее было бы тогда уже с нами поддерживать отношения и совместными какими-то усилиями бороться с этой угрозой международного терроризма. И то есть сейчас положение Рахмона, ну оно такое, достаточно двоякое. Ну и это было, конечно, и в официальной таджикской риторике, и в средствах массовой информации. Постоянно говорили о светскости таджикского общества, пытались балансировать во взаимоотношениях со своими соседями, Иран, Афганистан, говорить, что нам это неприемлемо. Вот апеллировали, возможно, когда, ну к советскому прошлому, которое было все-таки хоть и атеистичным, но светским. Но опять, если власти общества перестали понимать друг друга, говорить на непонятном друг для друга языке, то, конечно, возможности для каких-то подпольных, радикальных вербовщиков, будь то ИГИЛ, Вилаяд, Харасан или каких-то других радикалов. Ну то есть здесь очень большое пространство. Про Иран, если тебя не затруднит, можешь объяснить? Потому что, опять же, коллега, которого я не могу назвать по имени, когда мне написал, сказал, для Рахмона Иран это как для Путина Украина, злой двойник в кавычках. Ну да, потому что Иран это Исламская республика Иран. То есть уже в самом названии мы слышим, что это страна, где религия играет значимую роль. И здесь нужно опять-таки сказать, что Иран это все-таки шизм, Таджикистан большей частью это сунизм, но тем не менее вот эта вот языковая близость, какая-то культурная близость, в различные периоды она напрягала таджикские власти. Они опасались, что местные граждане смогут попасть под влияние каких-то иранских проповедников, примкнуть к каким-то радикальным движениям. В общем, если посмотреть историю Ирана-таджикских отношений, то там было все очень неровно и негладко. Последнее обострение, оно, по-моему, было где-то в 2019 году. И в то же время Таджикистан, как бедная страна в регионе, она, конечно, нуждается в каких-то инвестициях. И Иран был одним из таких партнеров. Ну и вот здесь самое, наверное, последнее и примечательное, что эти дроны-шахеды, ну их собирают в Таджикистане. Хотя, в общем, власти всячески пытаются как-то сглаживать углы или вообще это все отрицать. Но это сотрудничество, оно имеет место. Ну, в общем, там, где Рахмону выгодно дружить с Ираном, он пытается с ним дружить. А там, где видит какое-то негативное влияние в религиозной сфере, то здесь пытаются это пресекать. Наверное, я бы так ответила. Хотя не могу себя назвать большим специалистом именно по Ирана-таджикским отношениям, но общее представление имею. Я тебе очень благодарен за то, что ты не только время свое тратишь, но и за то, что ты очень хорошо подготовилась к эпизоду, поговорила с коллегами, с востоковедами в регионе, в том числе находящимися. И поэтому можно я, прежде чем мы обсудим один довольно скользкий вопрос, встанем на такую топкую почву украинского следа, попрошу высказаться по поводу того, что я мог упустить, расспрашивая тебя, что тебе показалось важным из твоих бесед, что ты вынесла, и что наши слушатели должны знать. Общаясь с экспертами в Таджикистане, это политологи, специалисты по миграции, специалисты по исламу непосредственно, меня привлекло как раз то, что в рядах исламского государства Вилаяд Харасан или в рядах каких-то религиозных, радикальных течений очень много образованных людей, очень много среди них русскоязычных людей, детей от смешанных браков, и что удивительно, тенденция последних лет, этнические русские, которые еще остались на территории Таджикистана, они тоже в рядах ИГИЛ Вилаяд Харасан. Рассказывали историю некого Василия, забыла его фамилию, молодой парень, который примкнул к ИГИЛ Вилаяд Харасан, и как раз его используют для того, чтобы местных неверных таджиков наводить на путь истинный, и пытаются его использовать. Вот посмотри, Вася, вот он был в церкви, а сейчас ходит в мечеть. То есть это достаточно интересные какие-то такие моменты. Еще то, что мне показалось интересным, кто часто подвержен влиянию радикальных исламистов, в частности ИГИЛ Вилаяд Харасан. Это криминал. Очень много различных криминальных группировок, ОПГ, которые занимаются наркотрафиком, похищением людей, убийствами. Но когда появляются радикалы из исламского государства Вилаяд Харасан, они тоже каким-то образом, эти криминальные авторитеты пытаются через религию объяснить свои какие-то неправомерные действия. Это тоже очень интересно. Получается, что творят эти преступления криминального толка во имя ислама, во имя Аллаха. Ну и, наверное, третье, это действительно, как это называют, вот эта вот разношерстная аудитория не совсем образованных людей, но испытывающая какие-то проблемы социальные, экономические. Но, как правило, как выразились мои собеседники, их зачастую в таких терактах используют как какое-то пушечное мясо. При этом обратили внимание мои собеседники на то, что не стоит недооценивать потенциал и их базу, где они проводят обучение своих боевиков. Даже если мы посмотрим на эти ужасные кадры в Крокус-Сити-Холле, то видно, насколько профессионально и умело эти люди орудуют этим огнестрельным оружием. И такие базы, как мне сказали, есть действительно в ближневосточных странах. И это дело рук действительно каких-то идейных людей, которые понимают, что они делают. Но это все, конечно, очень грустно. Но действительно, мне кажется, что угроза очень серьезная, очень реальная. И, наверное, после этих трагических событий стоит как-то больше об этом читать, узнавать, интересоваться и пытаться как-то это предотвращать. Давай со всей осторожностью обсудим украинский след. С точки зрения российской пропаганды и Путин на это намекал. Вот тут, например, Песков 26 марта, то бишь сегодня, когда мы записываем этот выпуск, 2024 года, сказал, отвечая на вопрос, дескать, как Украина могла сотрудничать с ИГИЛ, что это за противоречия. Пресс-секретарь Путина произнес, что Зеленский своеобразный еврей, который проявляет симпатии и тяготеет к националистам, дескать, мог и с исламским государством сговориться. При этом сегодня же журналисты очень коротко на ходу спросили Патрушева, секретаря Совбеза РФ, Николая Платоныча Патрушева, ИГИЛ или Украина? И он ответил, конечно, Украина. Очень странные официальные сигналы исходят из российского руководства по поводу терактов в Крокус-Сити-Холле. Они настаивают на причастности Киева к происходящему. И, повторюсь со всей осторожностью, что сказали тебе люди, которые в Таджикистане находятся, работают про эту версию? Она, оказывается, не всем кажется невероятной, странной и безумной. Все мои собеседники в эту версию однозначно не верят, потому что все мои собеседники прекрасно знают, насколько серьезна угроза исламского государства Вилаят Харасан. И практически все собеседники, они сошлись во мнении, что российские власти, российские силовики, они просто пытаются, извините за такое выражение, натянуть сову на глобус. Но это именно тот самый случай. Что касается непосредственно украинского следа, возьмем это выражение все-таки в кавычки, можно посмотреть новости последних дней, где, в общем, появляется некий Абдулла. И задержанные вроде на каких-то видео говорят, что есть некий Абдулла, с которым они взаимодействовали. И российская пропаганда пытается это все представить, что якобы этот Абдулла находится в Украине, и вот по его наводке были совершены эти теракты. Я спрашивала своих нескольких собеседников на этот счет, и вот какой получила я ответ. Действительно, есть такой Абдулла, который еще с 2011 года воевал в рядах исламского государства, то, которое разгромили американские силы. И это выходец из Таджикистана, Абдулла Аль-Таджики. У него есть другое имя и фамилия, но, в общем, это его такой псевдоним. Абдулла Аль-Таджики. И после того, как ИГИЛ на Ближнем Востоке был разгромлен, различные вот эти полевые командиры попытались примкнуть или к каким-то другим радикальным группировкам. И есть такая версия, которую высказали мне мои собеседники, и я нашла несколько публикаций, например, в издании The Times, что некоторые из этих боевиков ИГИЛ отправились в Украину, где в тот период шла война на Донбассе, и якобы украинские власти действительно позволили им воевать в рядах украинской армии. Насколько эта информация соответствует действительности, я не знаю. Я пыталась найти какие-то источники с украинской стороны, общаться со своими украинскими знакомыми, которые следили за этой темой. Они впервые об этом слышат. Но что мне сказали мои таджикские коллеги? Есть такая информация, что таджикские власти несколько раз обращались к официальному Киеву для того, чтобы вот этих граждан Таджикистана, воевавших в рядах исламского государства, а потом перешедших на сторону Украины и воевавших еще вот в начале войны в 2014 году, чтобы украинские власти вернули их на родину. И якобы украинские власти отказались. Насколько эта информация соответствует действительности, мне сложно судить. Я пыталась найти и в таджикских источниках, и в украинских, и в международных подтверждения этой информации, но пока не нашла. Но можно судить о том, что, видимо, есть некий Абдула, и, видимо, об этом Абдуле знают российские спецслужбы. И непонятно, знали ли нынешние террористы этого Абдулу или нет. Но российская власть сейчас так усиленно хочет найти украинский след, и тут мы слышим, что вдруг эти задержанные говорят о неком Абдуле. Мои таджикские собеседники ссылаются на то, что, скорее всего, они просто даже не знают, кто такой Абдула. А если этот Абдула действительно существует, то он настолько высокопоставленный боевик, что он точно не будет общаться с этими террористами в Телеграме, и уж точно не будет их вести. То есть с таким, как это они выразились, пушечным мясом, или теми людьми, которые устраивают эти теракты, мелкие клерики ведут общение, и ведут с ними беседу, или дают им какие-то инструкции через Телеграм, как это мы представляем себе. А тот самый Абдула, даже если представить, что он существует, то вряд ли он будет вот так напрямую с ними общаться. Ну и таджикские мои собеседники, они полагают, что, скорее всего, просто российские силовики вспомнили историю какого-то там 2014 года, нашли некоего Абдулу, а теперь так сильно пытаются найти этот украинский след, что пытаются устами этих задержанных говорить, что они были знакомы с этим Абдулой. Опять, я пересказала, возможно, все путано, я сама пытаюсь разобраться в этой истории, но все собеседники сходятся в том, что украинского следа в нынешнем террористическом акте нет. Но есть, я бы сказал, послевкусие, да, и попытка связать Таджикистан с Украиной. И таким образом тоже. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Влад, что пригласил. Это была Галия Ибрагимова, журналистка и специалистка по Центральной Азии. И прямо сейчас зайду в почтовый ящик и найду какое-нибудь письмо, которое можно было бы прочитать на прощение. Итак, как и обещал, открывая почту, вы можете писать нам на адрес подкаст собакамедуза.io Написала Дарья. Выпуск с Иваном Колпаковым. Я в самом начале эпизода говорил о нем. Наконец, подтолкнул меня задонатить и поддержать любимое издание. Как говорит Владислав, задал о себе простой вопрос. А что будет, если Медуза не станет? Где я буду узнавать новости в привычном формате? Кто расскажет обо всем понятным языком? Растерялась, не нашла ответа. Надеюсь, и не придется его искать. Срочно побежала оформлять ежемесячную подписку. Так что, Владислав, смело могу сказать, что регулярные упоминания о донатах работают, хоть и иногда с большой задержкой, как в моем случае. Спасибо большое за то, что вы делаете и в каких обстоятельствах. Я ваш читатель с самого основания. Спасибо вам, гигантская Дарья, за то, что нас поддержали. И да, именно поэтому и повторяю и такие письма, что, насколько ты можешь лдычить, ну на, на тебе деньги, тоже согревают мою душу. Всем, кто нас поддерживает, еще раз спасибо. Помните, что если вы хотите присоединиться к этому сообществу людей, которые финансируют Медузу, вы должны соответствовать двум критериям. Во-первых, для вас это должно быть безопасно. У вас должен быть какой-нибудь счет невидимый Российской Федерации. Во-вторых, конечно же, это вам должно быть по карману. Мы ни в коем случае не хотим отбирать деньги у вашей семьи и у ваших близких. Только если у вас есть лишние 15 евро и выше, такая оптимальная сумма можно, конечно, ниже. Мы за донат любого размера будем благодарны, но если от 15 евро и выше, то большая часть денег достанется нам, а не уйдет посредникам с комиссией. Это был подкаст и он называется «Что случилось?». Спасибо, что слушали. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok